Здравствуйте, уважаемые книголюбы. Добрый день. В студии Михаил Губин. Олег Пека. И вот сегодня эту миссию ориентирования в океане книжной продукции мы с чистым сердцем передадим в руки нашего гостя, поскольку, ну, кому же не как ему, знать, что самое популярное, что сейчас читают, и что нужно, самое главное, читать. У нас сегодня в гостях продавец-консультант книжной сети «Полярис» Марк Гурьев. Добрый день, здравствуйте. Добрый день. Ну, приближается лето, в принципе, традиционное время, когда люди, отправляясь в отпуск, естественно, забегают в книжные магазины, ищут что-нибудь, что можно взять с собой во время отпуска, почитать, поскольку, ну, вот время свободное, есть чем заняться. Что порекомендуете вообще, что сейчас самое читаемое и продаваемое? Ну, люди еще, такое ощущение, что не совсем собрались в отпуска, да, как-то погода не вполне, наверное, располагает. В общем-то, сейчас, как и весной, да, то есть, сейчас мы еще не чувствуем какого-то такого летнего сезона. Да уж. Но, тем не менее, издатели российские готовятся. Акунин выпустил очередного своего фондорина. Так его же убили. Его убили. Я надеюсь, что я сейчас не проспойлерил финал. Нет. Это, естественно, автор воспользовался известным приемом, сделал такие три повести-вставки, да, действие происходит перед событиями Черного города. Приквел. Ну, да, приквел. То есть, это такой даже, есть специальный термин какой-то. Митквел, по-моему, да, так называется. Вставная повесть. Потому что он же всегда оставлял такие временные зазоры, повествование шло не там по годам буквально, да, книжки выходили, а всегда он оставлял себе где-то пять лет, да, чтобы потом, наверное, воспользоваться этим и написать чего-нибудь такое, чтобы... То есть, ну, там понятно, что фондорин останется живой в этих книжках. Да. Ну, народ требует фондорина, народ получает фондорина. Заодно он выпустил еще одну книгу, третью, кажется, или четвертую уже в серии «Любовь к истории». Это его интернет-блог, но только изданный так красочно, с картинками, там различные занимательные факты из истории. Северный часовой называется очередной выпуск. Вот они почти вместе вышли с планетой водой. Ну, и люди бодро на это реагируют. Естественно, недавно вышла новая Маринина, да, это уже как бы больше для женщин, но мужчина тоже читает. Казнь без умысла. Казнь без умысла. Ну, мы там сбились со счета. Она приезжает, героиня, в город, провинциальный городок. Происходит. Да, и там происходят события, которые, как обычно, требуют непременного участия Каменской. И опять же мы констатируем, что народ хочет Каменскую, народ получает Каменскую. С другой стороны, появились, ну, скажем так, ряд очень хороших зарубежных детективов. То есть детективы и триллеры, они, конечно, всегда, всегда в топе. Можно отметить несколько таких, но очень интересных, в частности, Алекса Гришина, Скотланд Ярд. Такие вариации на тему Джека Потрошителя. То есть американец, но написал об английском Скотланд Ярде эпохи поимки Джека Потрошителя. Получилось очень стильно. Ну, и какие-то маститы. Авторы все время что-то выпускают. А там, извините, поймали и выяснили, а там про другое оказалось. Да, то есть главное народ чем-то привязать. Его же не поймали, так неизвестно, когда это было. Его не поймали, а там полиция свои разборки учинила внутри романа. Там, в общем, интересно довольно сделано, показана внутренняя жизнь Скотланд Ярда. Как бы такой портрет эпохи. Да, очень интересно получилось. Ли Чайлд, например, не погнушался совсем уж приквелом. Он выпустил юного Джека Ричера. Причем это, по-моему, еще до того, как он уходит из армии. Да, он еще в армии. Это его армейское приключение. Армейское приключение, да. Это уж приквел «Чистой воды». Но там же тоже, по-моему, в последнем романе как будто бы он погибает. То есть там такой взрыв чуть ли не ядерной силы. Ричер оказался в эпицентре. Как он там выживет, как его спасут, непонятно. Да, ну всегда можно воспользоваться, да. Отмотать назад, написать приквел, что-нибудь придумать, чтобы реанимировать героя. Это современные авторы бестселлеров умеют очень хорошо. Но ведь, когда экранизировали его сам автор, вот Ли Чайлд жутко возмущался тем, что Джека Ричера, то есть там двухметрового, красавца накачанного, играл как карапет Том Круз. И, в общем-то, там, конечно, я понимаю, только сумма, очевидно, гонорара Ли Чайлда как-то утешила его от кончательного возмущения. Ну да, такие случаи не раз происходили. с экранизациями, когда авторы, ну, авторы повозмущаются, повозмущаются, и потом как-то, вот, и продолжают работать дальше. Значит, ну, естественно, недавним громким событием, конечно, надо отметить выход новой книги «Хоруки мураками» на русском языке, «Бесцветный цкуру Тадзаки» и «Годы его странствий». Это, конечно, подразумевается, что это чтение для такой, ну, интеллектуальной молодежи, ну, или, скажем так, и людей среднего возраста, да, которые, значит, подсели на мураками, там, лет 10 назад, например. Роман новый, очень интересный, напоминает лучшие романы мураками, такие, как «Охота на овец», первый вообще переведенный на русский, или «Кавку на пляже», то есть он достаточно сюжетный, да, то есть там не поток сознания, как это иногда бывает в мураками, а достаточно сюжетный, очень такая современная история, да, о молодом парне, который, значит, уезжает из родного города в Токио, бросая свою компанию, почему он бесцветный, потому что и компания его школьных друзей, с которыми он провел свою, ну, свою юность, да, в школе, они все, у них всех в фамилиях были какие-то цветные, названия цветов, да, там, синий, красный, это мальчики были, там, черные и белые девочки, да, у них в именах, а вот у него в имени не было ничего, поэтому он бесцветный, но и это спроецировалось на его жизнь, то есть такую, как бы, внешне серую, бесцветную, вот, жизнь человека без каких-то явных увлечений, да, без каких-то ярких событий, да, благополучную, вроде бы, да, внешне, но внутренне, это оказалась очень такая трагическая история, вот, которая, я думаю, затянет читателя, любого, даже привыкшего к достаточно динамичному развитию сюжета, то есть там действие развивается, ну, скажем так, от его студенческих лет и до уже, там ему уже под 40, где-то, или немножко за 40, то есть вот вся жизнь, это напоминает вообще такая рефлексия Мураками, очередная хорошая рефлексия на европейскую философию 20 века, на Камю, на экзистенциалистов, но это без фантастики, то есть там, да, да, и это, это очень сильно, да, то есть как автор сумел зацепить, на мой взгляд, читателя, и это удачное произведение. Вот когда, наконец-то, Мураками получит Нобелевскую премию по литературе, вроде, казалось бы, один из самых читаемых, известных авторов. заслужил, ну, здесь, наверное, так же, как в кино, кто там, у нас целый ряд есть великих, там, величайших актеров, там, ни разу не получавших Оскара, да, вот, так же, наверное, будет с Мураками, ну, надеюсь, может быть, в следующий раз, он уже, как говорится, следующий на очереди, вот, ему надо по совокупности дать, точно, ну, я думаю, конечно. во все его заслуги, да, перед литературой. А вот скажите, вот, мы говорим о тех произведениях, которые, ну, надо уже, можно покупать, чтобы читать летом, детективы, и бестселлеры, а вот, скажем, вот, скажите, вот, насчет сезонности, вот, сейчас у нас прошли майские праздники, годовщина, годовщина победы Великой Отечественной войны, а существует ли какой-то всплеск у читателей на книги о войне, и на художественные, и на какие-то мемуары? Тем более, что это все-таки был юбилейный год. Нельзя сказать, что очень много был какой-то особый спрос, то есть он всегда есть, он достаточно стабильный, вот, конечно, больше художественных переизданий читали, да, ну, какую-то такую хорошую классику, типа, в августе 44-го, хорошую литературу историческую, причем, скажем так, латышский читатель интересовался Суворовым, Солониным и всей вот этой линией, даже вот, даже под, мему, да, даже в латышских газетах, вы не поверите, перепечатывают ледокол Суворова из номера, в номер идет, да? Да, 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 противная сторона антисуворов, она, как правило, это русский читатель, да, они, соответственно, Исаева, там, ну, хороших, хороших современных историков, да, потому что там тоже всякие встречаются, и пропагандисты, каких клеймят и так далее, но, тем не менее, есть Исаев, есть хорошие мемуарные серии, есть молодые ребята-историки, которые раскапывают какие-то неизвестные страницы, печатают сейчас много того, что в советское время абсолютно было под запретом, в частности, воспоминания, дневники, так называемых хостербайтеров, то есть, угнанных, юношей и девушек, угнанных на работы в Германии, они, оказывается, писали книги, и даже романы, потом, да, все это лежало на полке, сейчас вот взялись за это, да, и несколько книг в серии вот, вот этой, хостербайтеров, да, они у нас продаются и пользуются таким, ну, интересом. А вот телевидение, телесериалы не стимулировали интерес, скажем, молодой кавартии к книге «Азори» здесь тихие? «Битва за Севастополь», опять же, по-моему, там, как раз-таки, это была экранизация мемуаров. Ну, как-то вот, или народ удовлетворился просмотром того, что видел, но «Молодая гвардия» точно нет. «Зори все стихи» всегда продавалась очень хорошо, то есть, ее, ну, как, в меру, да, то есть, как классика. и в школе, наверное, проходят. Но, по-моему, этот фильм еще, ну, у нас не показывался, может быть, это еще волна впереди. А «Молодая гвардия» не была переиздана, да? Потому что сериал, это не по Фадееву, явно. Переизданий, возможно, какие-то переиздания были, у нас не появлялись. Ну, как, были бы заказы, мы бы, конечно, привезли людям, да. Но вот как-то заказов не встречалось пока еще на «Молодую гвардию». Ну, нужно будет, посмотрим, вполне возможно, что немножко запаздывают и издатели российские, да, то есть, вышел фильм, а потом только спохватятся и допечатают. Вот, поэтому... Но фильм там совсем, честно говоря, по-моему, по мотивам, то есть, там сходство с романом очень отдаленное. Ну, посмотрим, как говорится, еще, может быть, еще какая-то реакция будет, потому что кино очень сильно влияет на издателей и на издательскую политику. То есть, вот эти все серии фильмов, которые выходят, ну, снятых по книгам, они подстегивают интерес молодежи, да? Да, безусловно, подстегивают, потому что скажем, вот эти все бегущие в лабиринте голодные игры, дивергенды, инсургенты, виноваты звезды и все вот это достаточно молодежью очень бурно приветствуется, покупается. И, ну, вообще-то это отрадно, как говорят взрослые, читают хоть что-то. Вот, тем более, что там некоторые трилогиями выходят, да, как те же голодные игры, там еще какие-то будут продолжения, но, в общем, сумерки сменились у нас дивергентами, это такая литература текущего момента для молодежи, но, с другой стороны, отрадно отметить то, что молодежь, она не вся такая, да, то есть, какая-то ее часть читает очень хорошую литературу, классику, что радует, там, от Шекспира и Данте до Достоевского и Булгакова. Среди авторов 20 века, ну, можно сказать, в топе у нынешней молодежи Брэдбери, Киз, Фаулс, да, вот они все время, любые книги, скажем, Брэдбери и Фантастика и не Фантастика всегда очень хорошо уходят. Но Брэдбери, Брэдбери, вот он издается сейчас даже не в фантастической, насколько я понимаю, не в фантастической серии, интеллектуальный бестселлер, так же, как Киз и Фаулс, это такой, тот случай, когда удачно очень издатели нашли такую вот нишу, да, серию, в которую можно, скажем, поставить вместе Киза и Брэдбери, Брэдбери, да, и они будут там органично смотреться. Вот, и симпатичные книжечки, на симпатичность книжечки молодежь тоже очень активно реагирует. И формат очень удобный, такой карманный формат, который легко помещается в сумку, который легко можно взять с собой, то есть, ну, в этом, может быть, тоже есть какие-то, ну, свои преимущества. Да, потому что сейчас, например, появилась такая серия Flip Book, такие маленькие зеленые книжечки, они совсем сделаны такой очень тонкой бумаги, на которых вот маленькие Библии печатаются. И там, ну, буквально размером спортсигар, да, то есть, и не то, что в карман, даже в какой-то нагрудный карман можно засунуть эту книжку, тем не менее, там полностью произведение, А шрифт маленький? Шрифт маленький, но читабельный, то есть, там не надо никакую лупу для того, чтобы разобрать, да, то есть, очень интересная задумка, да, все вот берут, они такие, как-то оформлены еще в таком зеленом стиле, такое ощущение, что вот, ну, как Air Baltic возьми, да, с собой, вот, тоже народу нравится, там по 4-5 евро они стоят, в общем-то, недорого, в мягкой обложке, но с таким интересным переплетом, то есть, она не развалится, как вот, бывает, да, с покетбуками на плохой бумаге. А эта серия, она в какие включает в себя книги? То есть, разнообразную от классики 19 века до Мураками, да, то есть, достаточно широкий диапазон, такой, типа, лучшие произведения от конца 19-го до начала 21-го века. Они толстые? Там и фау... Сколько там? Ну, у них толщина, конечно, разная, но, в общем-то, так, можно сравнить с пачкой сигарет, от тонкой до толстой, да, вот такой формат. Ну, очень удобно, людям нравится, хотя людям нравится разное, да, то есть, с другой стороны, людям нравится хорошая, красивая мемуарка, да, то есть, вот люди, скажем, поколения среднего возраста, чуть постарше, они охотно покупают в хорошем издании, там, мемуары Ширвинда, Данелли, да, то есть, каких-то культовых фигур нашего прошлого, ну, да, и настоящего еще, кто жив, да, скажем, вот трилогия Данелли, безбережная пассажир, да, тостой мы пьем до дна, тостой мы пьем до дна, вот сейчас третья, ну, там они по-разному, они там компоновались две в одной, ну, в общем, их три, этих книжки, да, о том, последовательно там, вот, как мы снимали, вот, народу это нравится, как мы снимали, все там, анекдоты там, со съемочной площадкой, книжка очень хорошая, конечно же, вот, также то же самое можно о Ширвенте сказать, склероз рассеянный по жизни, просто бесцеллер. Там более грустная книжка, чем вот эта. Более грустная, она написана очень хорошо, она с такой самоиронией, зато написана, совершенно великолепно, он действительно не скрывает, ну, в общем-то, иронизирует и над своим возрастом, и над, как бы, ситуацией, в которой он там иногда оказывался, но книжка, она вот хочется отметить, большое количество фотографий, и она очень хорошо издана, и, ну, вот, такое издание, которое хочется взять в руки, полистать. А вот, скажите, покупает, ты не будешь вот такие иллюстрированные книжки, дорогие, но большие, вот типа Парфеновского, «Намедни», или вот появилась книжка из журнала «Крокодил» в эпоху, потому что она же дорогая, но она шикарно изданная, вот как они пользуются таким спросом, такие издания? Ну, это, конечно, на определенного покупателя, такого более состоятельного, потому что все-таки недешево, но тем не менее, потихоньку продается, «Намедни» всегда востребованы, «Парфеновские» «Намедни» — это такой проект, который, ну, он, в общем-то, еще и продолжается, да, потому что никто не запрещал ему выпустить еще выпуск уже по свежайшим событиям. Последний был 46-60, да, по-моему? Да, он как бы тоже сделал приквел, вернулся немножко, то есть, можно же еще назад открутить, так же можно и до революции, до 16-го года дойти. И там встретится со своей исторической серией, где и про Екатерина, да, там Петр, Екатерина. вполне возможно, у него есть такие. А вот «Крокодил», вот еще шикарное же издание. «Крокодил» шикарный, да. Ну, «Крокодил», скажем так, больше, наверное, даже для коллекционеров, вот такая коллекционерская книжка. Там, если кто не знает, я скажу, что там собраны иллюстрации из советского ассоциалистического журнала «Крокодил», ну, до военного, я вот видел и прочее. Да, такой же «Мурзилка» есть. И «Мурзилка», да, кстати, очень-очень хорошая книжка, только что дорогие, страшные. Ну, только что дорогие, страшные. Сейчас пользовалась, кстати, «Ко дню победы», и сейчас она все еще есть. Огромным успехом Мединского книга «Иллюстрированные мифы о войне», да, за 25 евро, большая, хорошая, красивая книжка, ну, под 9 мая была бестселлером, вот, потому что, скажем так, внутри все сделано не хуже, чем у Парфенова. У нас тут, я смотрю, вопросы, скажите, кто ваш гость? Мар Гурьев, продавец-консультант сети магазинов «Полярис», мы говорим о новинках книжных магазинов, да, этого сезона, и, ну, вот, буквально через несколько минут вернемся, продолжим наш разговор, и я надеюсь, что вы узнаете, может быть, подчеркнете много нового, и запишите какие-то книжки, которые вас интересуют. Вы слушаете радио «Болткома». Продолжается программа «Переплет». Я напоминаю, если только подключились, что сегодня в программе «Переплет» Марк Гурьев в гостях, продавец-консультант сети магазинов «Полярис». Мы говорим о тех новинках, которые сейчас появились, что можно почитать, какие новые книги, Да, впереди лето все-таки. И уже обсудили детективы, и нового Акунина, и вот сейчас уже, наверное, подошли, наверное, к такой нон-фикшн-полочке. Но, может быть, до этого поговорим о спортивной литературе, потому что по спорту... Я так понял, что вот как-то неожиданно вдруг появился целый ряд бестселлеров, посвященных теме спорта. Да, одно время такой был вакуум, и люди спрашивали, что про спорт-то почитать. Много же известных спортсменов, колоритных, там и мемуары, там все такое проще. И вот как-то в этом году достаточно много повыходило книжек интересных. Можно отметить автобиографию Майка Тайсона, бестселлер просто. Народ хочет знать своих героев, да, но тем более, что она действительно интересно написана, да, личность чрезвычайно колоритная и вообще. Да, если вот Шварценеггера сейчас переиздали эту его энциклопедию бодибилдинга, это как бы такой многолетний бестселлер и все время... Это еще было перестройки, можно сказать. Тем не менее, Шварценеггер тоже в ходу хорошо, в ходу продается. Мало было книг всегда как-то по хоккею и футболу таких вот ярких, да, не технических сугубо, а вот ярких. А тут как раз появились. Самым ярким событием, конечно, я бы назвал выход, наконец-то, выход книги Я Златан, Златана Ибрагимовича, известного шведского футболиста. Книга на Западе вышла несколько лет назад, стала там бестселлером, вот в России немножко запоздала, но наконец-то появилась. Читается как настоящий спортивный триллер, причем выражение и речи, и стиль, которыми автор, который присутствует в книжке, да, они вот абсолютно, что называется, непричесанные мысли, да, то есть, во-первых, все скандалы связаны с итальянской премьер-лигой, итальянская футбольная лига, это такой, ну, это особая мафия, да, в которой всегда происходит масса всего интересного. Златан там провел достаточно много времени в Италии, ему есть чем поделиться. Те, кто интересуется спортом, и в частности футболом, я думаю, будут в восторге от таких историй, причем истории в духе криминального чтива, да, некоторые диалоги даже понравились бы, я думаю, Квентину Тарантино, которые там происходят между футболистами и их менеджерами, агентами, тренерами и всей вот этой футбольной и околофутбольной тусовкой, в общем, книжка выдающаяся. Также достаточно скандальная вышла книга Бубнова «Спартак. Семь лет строгого режима», ну, как скандальный, «Спартак» это такой особый мир, особый клуб, который я знаю, в Риге много болельщиков тоже есть «Московского Спартака», я думаю, Бубнов расскажет им немало интересного о закулисье. Ну, и тем более, что все-таки благодаря Старкову он стал гораздо нам как-то ближе. Ну, да, вот, и очень интересно, вышли также записки футбольного комментатора Георгия Черданцева, это буквально стенограммы со всеми первыми, от этого известного комментатора, стенограмма ведения матчей, да, с лучшими моментами, как говорится, да, только застенографирована. Это читается как, ну, просто как один огромный такой анекдот футбольный, да, потому что передать это словами трудно, это надо или слышать, или вот прочитать в книжке. Значит, интересно, очень интересная книга вышла ныне покойного Анатолия Тарасова, знаменитого хоккейного тренера, уехавшего в НХЛ, а в СССР создавшего, ну, такую целую тренерскую школу хоккейную, благодаря которому очень много побед было одержано вообще в советском хоккее, потом по наследству в российском. Книжка в начале его автобиографические эти все заметки, они выходили в Америке, и вот спустя только много лет в Америке, они еще в 90-х, кажется, были опубликованы, они дошли и до русского читателя, я думаю, всем любителям хоккея, ну, тем более, вот, на волне чемпионата мира, проходящего сейчас, я думаю, будет тоже особенно интересно. Вот. Ну, и любителям велосипедного спорта и вообще велосипедистам, да, у нас появилось несколько интересных книг, как известно, мы становимся все более и более велосипедным народом, велосипедов все больше, дорожки строятся, вот, споры по этому поводу не утихают, но тем не менее, отрадно, что все больше людей пересаживается на велосипед, и поэтому к их услугам и книга «Тренер», такая есть о велосипедном спорте, и «Библия велосипедиста», и, ну, в общем, есть что посмотреть, что почитать, чем, так сказать, «Библия велосипедиста» хорошо звучит, да. Да, «Библия велосипедиста» хорошая вещь. Ну, вот это спортивная вещь, а вот, скажем, если поговорить о книгах, которые можно купить, так сказать, для семейного пользования, то есть, ну, которые будет интересно читать и детям, и взрослым, познавательным, познавательной книге об окружающем мире. Да, такие книги тоже есть, достаточно разнообразные, сейчас пытаются издатели совместить приятное с полезным, и ввиду того, что современный ребенок, он, у него есть две проблемы таких самых главных, да, это зависимость от гаджетов электронных, а вторая проблема, как это ни странно, проблема с математикой, проблема с математикой, из-за проблем с логикой, да, потому что гаджеты отучают от математики и от логики, да, все, человеку ничего не надо, да, ну, как бы тупеет, отучается мыслить логически, да, математика, как известно, основа и мать всех наук, да, и поэтому попытаться ребенку в хорошей игровой форме заинтересовать математикой, да, это вообще-то великая задача в наше время. Я помню, Левшина читал «Магистр рассеянных наук» в детстве, вот, очень много дала там в сказочной форме. Да, эти книжки тоже сейчас переиздаются, но нужны какие-то более продвинутые, более современные книжки. И вот английское издательство «Дорлинг» выпустило несколько таких книг, ну, на Западе очень к этому хорошо подходят, они методологически совершенно новые, да, вот сейчас вышло «Программирование для детей», очень интересная книжка, я думаю, сами взрослые, кто как-то интересуется информатикой, там будут листать ее с большим восторгом. Ничего подобного раньше не встречалось. И как объяснить ребенку математику? В принципе, там, в пределах от начальной школы до высшей математики, да, очень, очень интересно, очень познавательно, это, как говорится, надо видеть. по поводу зависимости от гаджета. Да, по поводу зависимости от гаджета вышла замечательная книжка «Цифровая диета», где тоже там американский автор, он предлагает такую интересную методологию по типу, как вот, диеты и здоровый образ жизни, проецирует это, значит, на проблемы зависимости от гаджетов и электронных устройств, как вот уменьшить потребление, вот, скажем, информации, там, вот, как реже заходить на Facebook, а вот от чего можно отказаться, от каких продуктов можно отказаться, да, так вот, от какого гаджета в какое время можно отказаться, да, только составляются такие программы, которым просто надо следовать, да, если человеку нужна какая-то программа, да, вот, он иначе не может, он ему сказал, да, убери гаджет, он не уберет. У него ломка начинает. А вот как что-то постепенно, как-то вот почитать об этом и попытаться составить себе такую программу, задаться целью, вот, я хочу, там, иметь меньшую зависимость от этого. Вот, пожалуйста, уже есть вам цифровая диета. Плюс, повыходили еще очень интересные книжки с названиями, там, типа, как провести выходные с семьей за городом без интернета. и там вот, ну, буквально, это касается взрослых и детей, да, вот, именно с семьей. И там вот какие-то игры, о которых, возможно, уже позабыли, какие-то викторины, какие можно устраивать, да, вот, как развлечься, да, без интернета и без гаджетов. Замечательная книжка, и, я думаю, в каждой семье такая должна быть сейчас. А вот по поводу программирования, неужели ребенку нужно учиться программировать, ну, вот, для чего? Потому что, как будто бы, если есть, ну, там, гаджет какой-то, мобильный телефон, там все же сделано, как человеку не нужно знать, как устроен телевизор, чтобы его включить и смотреть телепрограммы. Вот книга как раз адресована будущим программистам, которых будет все больше и больше, потому что эти же программы должен кто-то писать, все, мы окружены программами со всех сторон, да, в телефонах, во всех, кто-то же это делает и кто-то должен делать в будущем. Самая перспективная профессия, получается, да, ведь те программы и те гаджеты, гаджеты, напичканные вот этими программами, которые нас окружают, они же сделаны поколением людей, которые, скажем так, сами в детстве не были гаджетозависимыми, да, у них было свободное мышление. Математики, лучшие математики и программисты, да, они, вот сейчас возникает некая тревога, а где нам взять будущих, да, то есть, если у нас сегодня уже у ребенка проблемы с логическим мышлением и с математикой, а тем более с программированием. И вот в этой книжке популярный, я, честно говоря, не представлял себе, как можно популярным языком объяснить там принципы работы вот Питона и второй там, какой самый известный язык программирования, да, потому что я сам как бы гуманитарий, да, но когда я начал читать эту книжку, я начал понимать, что такое Питон, да, и, а ребенку, который очень цепко ухватывается и который начинает интересоваться информатикой, эта книга поможет втянуться, да, и начать с другой стороны смотреть вообще на вот мир учебы, да, и я думаю, что способность нынешнего поколения к тому, чтобы в будущем стать хорошими программистами, да, она от этого будет зависеть, собственно, дальнейшее будущее самого человечества, да, поэтому я считаю, что дети очень увлекутся этой книгой, да, даже взять, сейчас вот вышла книга даже про Майнкрафт, да, ну, казалось бы, взрослые так вздрогнут, может быть, улыбнутся, но Майнкрафт, тем не менее, как ни странно, очень творческая игра. А я видел ее на латышком языке, она по-русски тоже вышла. Вышла сейчас на русском языке, дети тоже стали расхватывать, вот, ну, это уже там чемпионаты мира по Майнкрафту проводятся, да, вот это как раз то, что может развивать логику, да, и вот книжка тоже есть на эту тему. А книжки по бизнесу, по каким-то вот для руководителей, может быть, там для... Да, это все время приходит, но вот сейчас мы, как говорится, с оказией привезли несколько бестселлеров знаменитого российского бизнес-тренера Игоря Мана, издателя, соиздателя, совладельца известного издательства Манн, Иванов и Фарбер, который выпускает книги по бизнесу, он сейчас приезжает в Ригу, уже, наверное, приехал и выступает с лекциями и семинарами по маркетингу, по современному маркетингу, продажам и так далее, и так далее. И вот он любезно согласился выступить завтра в нашем книжном кафе в торговом центре домино в 19.30 с такой бесплатной лекцией, мастер-классом по маркетологии, по всему, что связано с бизнесом и так далее. То есть, это абсолютно бесплатный, вход бесплатный? вход абсолютно бесплатный в 19.30, так что все желающие могут получить такой мастер-класс от гуру, его называют русским котлером, он автор книг маркетинг на 100%, маркетинг без бюджета, точки контакта, еще там около 10 книжек. Огромное количество, причем я читал несколько, они написаны очень простым, понятным языком, и самое главное, что, ну, бывает так, что читаешь, и такое ощущение, что тебе как будто бы говорят какие-то уже избитые истины, а у него в самом деле есть какие-то очень интересные советы, такие парадоксальные советы, очень, такие, я бы сказал, ну, вот те советы, которые могут пригодиться человеку, причем не обязательно бизнесмену, просто вот как организовать свое время, как добиться успеха, убеждая других людей в правильности своих действий, то есть я, в самом деле, был очень, очень вдохновлен. То есть там будет встреча, там же можно приобрести книжки эти, да, там же можно приобрести книжки, пообщаться с автором, да, получить автограф, ну, и услышать что-то ценное и полезное для себя. Да, тем более, как я понимаю, за такое люди деньги плачут, чтобы послушать такую лекцию, да? Да, да, он постоянно разъезжает, ну, и по России, и по сопредельным странам с лекциями, семинарами, вот, платными, а тут вот такой шанс прийти. Да, вместе, вместе, воспользуйтесь случаем, уважаемые радиослушатели. Завтра в домине в магазине Кафе Полярис, вот, 19.30, 19.30, Игорь Ман, так что не пропустите. Что-то еще? Мы, может быть, упустили какие-то книги, по-моему, вот была еще книга как, про информацию. А, да, «Сигналы шоу», это мы как бы продолжаем тему цифровых диет и вот таких актуальных книг, да, Нейт Сильвер, тоже американский, такой очень интересный автор, и он специалист в области информатики и всяких информационных систем, написал книгу «Сигналы шоу», почему одни прогнозы сбываются, а другие нет. Вот, это такое продолжение темы, заданное еще Насимом Талебом в его «Черном лебеде» и «Антихрупкости». Ну, если кто из читателей не слышал о Талебе, то настоятельно рекомендуем, по крайней мере, прочесть его «Черного лебедя». Это книжка о, скажем так, о роли случая и случайности в нашей жизни. О нелинейности нашей жизни. О том, что невозможно просто продолжать как прямую линию, обязательно что-то произойдет непредвиденное событие. Да, и вот Талеб написал несколько интересных книжек, и вот как бы в продолжение темы, вот книга Нейта Сильвера «Сигнал и шум», как в море современной информации и всех вот этих потоков, которые человек окружают со всех сторон, вычленить, во-первых, что-то действительно стоящее, во-вторых, получить прогноз, который сбудется, а не просто какую-то такую фикцию. А вот вероятно в художественной литературе, герои прошлого сезона, Захар Прилепин, Дина Рубина, кто еще, как они сейчас продолжают, интерес к ним не ослаб, вышли новые какие-то книги? Ну, к Прилепину интерес не ослабевает, я имею в виду, конечно, и роман «Обитель», но и переизданные по случаю успеха «Обители» предыдущие все книги пользуются большим успехом в новом издании. Кроме того, вышло две новых книги его публицистики, такой уже актуальной, там уже и Украина, и, в общем, события последнего года. Ну, он попал там на Донбассе, наверное. Да, у него первая книга была «Летучие бурлаки», это чуть-чуть более ранний период, а вот «Не чужая смута», которая только-только вышла, она как раз уже в значительной мере посвящена Украине. Так что прилепен по-прежнему в топе. Веллер. Веллер тоже выпустил роман «Бомж», который, ну, скажем так, про бомжей, бывших интеллигентов, такая проекция на современную Россию, да, то есть главный герой, который ныне бомж, и многие его окружающие тоже, когда-то был кем-то, а стал теперь ничем, да, то есть кто был ничем, тот станет всем, а тут, значит, наоборот, кто был всем в советское время, в нынешнее стал ничем. В общем, о лишних людях и такая тема униженных и оскорбленных в современной России, да, это вот тема его нового романа. Также он успел еще в догонку выстрелить своей публицистикой сборником последних эссе «Конец подкраус незаметно», это тоже уже об актуальных событиях уходящего года, там, в общем, и о Путине, и об Украине. Да, много пишут, еще выступает, еще по телезору при этом. Да, выступает, это такая вот книжка, она такая квинтэссенция всех вот этих его выступлений, мыслей, и, ну, по поклонникам Веллера, да, всячески рекомендуется. Вот, Алексей Иванов выпустил новый роман «Не насти», роман достаточно сложный, честно говоря, его еще, как следует, не осмыслили, наверное, будущие премии ему еще только светят, роман о современных, ну, скажем так, о современной криминальной России, ну, как криминальной, о том, как люди вынужденно идут в криминал, да, там вот персонажи, бывшие афганцы, которые потом работали в охранных структурах и продолжают работать теперь, и один из них, значит, решает кинуть коллег, украсть там миллион или сколько-то долларов, да, и, значит, благополучно свалить. Как он дошел до жизни, вот роман «Не настие», да, «Не настие в душе», о том, как вот он дошел до жизни такой, и тоже такая проекция на современное российское общество, да, так что, ну, этот роман еще ждет своего читателя. Ну, так он уже, в принципе, уже в продаже появился, появился в продаже, его еще не поняли, не расслышали немного этот голос, но это вещь интересная. Да, интересная. Ну, что ж, у нас и время, я смотрю, уже программа подошла к концу, огромное спасибо, так что, если вдруг кто-то собирается почитать «Легкое чтиво», может быть, или какой-нибудь, или «Мемуары», или «Нонфикшн», приходите, в магазинах «Полярис», вот самый широкий выбор. А если кто-то вот не успел записать название книг, перечисленное марком, вот можете на нашем сайте прослушать нашу передачу еще раз, или даже посмотреть «Эксперс.лв». Ну, приглашаем всех, завтра в 19.30 Игорь Ман будет выступать в домине, в кафе, в магазине «Полярис». Спасибо. Спасибо, до свидания.